Имя выше всех имен, Всей хвалы достоин он, Вся земля поет, как велик наш Господь. Велик наш Господь, Велик наш Господь, Пой со мной велик, Наш Господь, Узнают все велик, Как велик наш Господь. Давай на латышском брат, на латышском. Цик лиц, у судей, 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 Цик лиц, у судей. Редактор субтитров А.Семкин Дорогой Бог Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа из Назарета. Мы благодарим Тебя за Твою благодать и милость, которые Ты изливаешь на этом месте. Мы сегодня смиряемся перед Тобой и мы говорим Тебе, Дух Святой, добро пожаловать на это место. Мы сегодня преклоняем свои уши, мы сегодня открываем свое сердце, чтобы слышать и принимать Слово Твое, в котором Ты прославляешь Ищуа Мессию и Иисуса Христа, помазанника Божьего. Мы благодарим Тебя, Дух Святой, что именно сегодня Ты приготовил этот вечер для того, чтобы вновь свидетельствовать о живом Боге, о Иисусе Христе, Сыне Его, чтобы вновь на самом деле поднять нас и чтобы дать нам подняться, подняться в небеса и парить, чтобы наполнить нас этой великой благодатью. Мы сегодня благодарны Тебе, Дух Святой, что мы не оставлены, что мы не сироты, что у нас есть Отец, что у нас есть Сын Божий, наш Царь и Господь, что у нас есть Ты, Дух Святой, что мы не сироты на этой земле, что у нас есть Церковь, что у нас есть мы, Господь. Мы благодарим Тебя за друг друга, мы благодарим Тебя, Господь, мы смиряемся перед Тобой, и я прошу Тебя, благослови сегодня эту Церковь, благослови сегодня всех, кто пришел сюда, благослови сегодня каждого пастыря, каждого лидера, каждого брата и сестру. Пусть Твое помазание обрушится на этом месте, пусть сегодня Дух премудрости и откровения наполнит нас, пусть сегодня понимание Слова Божьего и понимание последних времен придет к нам настолько сильно, чтобы мы осветились, ибо воля Твоя о нас, чтобы мы освящались, чтобы были благодарными, чтобы хвалили Тебя, чтобы на самом деле, Господь, поклонялись Тебе в духе и в истине, Ибо мы хотим этого, Господь, ибо Ты достоин, Боже, Ты достоин, Ты достоин, Ты достоин, Ты достойный Бог, Ты достопоклоняемый, мы хвалим Тебя, велик и превоснесен, свят, свят, свят наш Господь. Кадош! 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 Адонайя льохимцеваот! он отец твое слово говорит открой уста свои я наполню их мы не пришли чтобы принимать что-то от человека мы пришли для того чтобы ты сказал нам сегодня и мы нуждаемся господь ибо у тебя глаголы вечной жизни мы здесь для того чтобы утверждалась наша вера мы здесь для того чтобы ты утешил нас господь в эти последние дни мы здесь для того чтобы ты утвердил нас господь и чтобы царство твое утвердилась внутри нас отец небесный прославь своего сына дух святой прославь иисуса сегодня ибо ты верный свидетель я также хочу быть верным свидетелем господь я благодарю тебя за это помазание святого духа который будет возрастать с каждым словом на этом служить во имя иисуса христа во имя ищуа амашеха амин давайте поблагодарим господа за эту группу прославления спасибо вам пусть бог вас благословит аллилуйя слава господу присаживайтесь друзья благословенное время от господа аминь благословит аллилуйя слава тебе господь еще громче сару переводчицу сделайте громче пожалуйста аллилуйя аминь а ну скажи что то шалом хорошо шаббат шалом всем шаббат шалом всем аллилуйя у нас шаббат уже в израиле начался шаббат шаббат это покой поэтому друзья я желаю каждому из нас покой в сердце я хочу поблагодарить всех пастыров которые здесь благодарю каждого из вас спасибо что вы пришли благословит аллилуйя слава господу за пастыров вас дадим славу аллилуйя слава господу аминь слава господу хорошо друзья у нас вчера было потрясающее служение в новом поколении в тукумсе и мы продолжим сегодня у нас есть кризис ученичества или кризис учеников у нас есть кризис учеников сегодня в мире кризис не хватает учеников все быстро хотят стать учениками но в начале не было так все быстро хотят стать учениками но друзья это процесс я буду сегодня говорить о помазании святого духа друзья как мы можем получить помазание или как получив помазание мы можем позволить помазанию возрастать в нашей жизни друзья присутствие Божье и помазание это две разные вещи присутствие Божье пришло в наше сердце когда мы приняли Иисуса Христа мы саделались вот этим ковчегом Божьим написано оно что мы храм святого духа послушайте но помазание оно возрастать должно в нашей жизни помазание должно возрастать потому что как в жизни верующего человека так и в этом мире или для этого мира ответ на все вопросы находятся в Божьем помазании я вчера говорил уже нашим братьям что помазание на Иврите это мешха мешха а помазание или Христос это Машиах поэтому для того чтобы помазание вообще пришло изначально в нашу жизнь мы должны признать Машиаха Христа господином нашей жизни чтобы помазание могло прийти для того чтобы помазание чтобы помазание мы должны все больше и больше прилипаться к помазанию Иисусу Христу я сегодня буду говорить о том почему некоторые люди имеют помазание и помазание возрастает а другие не имеют помазание и те которые не имеют помазание они часто завидуют тем которые имеют помазание и еще раз помазание это ответ на все твои вопросы которые ты имеешь на все на все все твои молитвы которые ты молишься может ты не понимаешь ты просишь чего-то но на самом деле тебе нужно одно но помазание святого духа потому что помазание святого духа это ключ к успешной жизни во Христе Иисусе мы сегодня будем читать о жизни Иисусе это был уникальный человек я считаю что это самый сильный пророк в Танахе я думаю не Инох не Илья не даже Майсей совершившие такие чудеса среди народа не был настолько помазанным как Иисусе Иисусе был одним из самых помазанных людей в мире И Иисусе это прообраз церкви Илья прообраз Иисуса Христа и Иисусе Христа и так же как Илья поднялся на небо на кариснице Божий так же и Иисусуа на облаке поднялся на небо и слушайте что произошло 4 царат 2 глава 2 стих 9 стих У Елисея была долгия путь. Елисам была гарж цельщ. Он должен был. Смотрите. Вначале он должен был пойти в бет-эль дом Божий. Вначале он должен был пойти в дом Божий. Потом после Дома Божьего он должен был пойти в Ериху, после этого он должен был пойти к Иордану и за Иордану, это показывает нам одну интересную картину, что прежде всего мы приходим в Дома Божьей, Бетели. Там мы заправляемся, там Бог нас поднимает, там Бог нам говорит, потом Он нас посылает в город греха, в город проклятие, Ериху. Чтобы мы были свидетели верными Иисусу Христу, дальше мы идем за Иордану. Наше влияние, как учеников Иисуса Христа, должно возрастать за Иордану, это значит за границу, за пределы Израиля. Но все начинается в Доме Божье, и все возвращается в Дом Божье, вы понимаете, да? Это очень важно, друзья. Хорошо, вторая глава, девятая стиха. Когда они перешли, Иллия сказал Иллисею, проси, что сделать тебе прежде, нежели я буду взят от тебя. Я сказал Иллисею, что, который в тебе пусть будет на мне вдвойне. Я слушаю, что он говорит ему. И сказал он, трудно, что ты просишь. Он ему сказал честно, ты трудно просишь. Мы часто хотим двойного помазания. Кто, когда ты молился от двойного помазания, слои жизни? Я иногда смотрю помазанников Божьих на телевидении, в интернете, и говорю, пусть это будет вдвойне на мне. Это нормальная молитва. Ну, Иллия говорит, ты трудно просишь. Но Иллия говорит, что ты трудно просишь. То есть тебе нужны определенные вещи в жизни, для того, чтобы это получить. Тебе надо быть в жизни, чтобы это получать. Нужны определенные вещи в жизни. Есть кризис у нас сегодня. Мужна криза сегодня. Нет учеников. Нав макаклью. Вы понимаете, Иисус Сделал 12 учеников. Вини шоу 12 макакль. Один из них был сатаной. Виенц из них был сатаной. Ну, потому что 12 это цифра полна ты. Топец, что 12 это цифра полна ты. Они нашли 12, которые начало ходили с ним. Вини отрады 12, которые с начала ходили с ним. И слушайте сюда. Иисус смог сделать учеников. Иисус спея делать учеников. Ну, церкви. Но драудзам. Тяжело делать учеников сегодня. Драудзам. Ир груди шоу дарить учеников сегодня. Я вам скажу. Я вам скажу. Я вам скажу. Да, я от того, что времена так же изменилась. Я, тапец а рейт, которые были измайданы. И от этого тоже. И поэтому тоже. Но тапец, что мы сегодня живем во время микроволновок. Мы хотим все быстро. Они должны были ходить с Иисусом Христом 3,5 года, чтобы видеть, как он живет. Жить с ним, ходить с ним, едить с ним, пить с ним, спать с ним. Они должны были быть с ним все время. Точно так же Иисей должен был ходить с Иллией. Я вам скажу одну вещь. Я вам скажу одну вещь. Иисей обязан был служить Иллией. Иллией. Иисей служил Иисусу Христу. Иисус говорит о себе, что он Мессия, что он Христус. Своим ученикам. Но я хочу, чтобы вы поняли одну вещь. Все равно в их понимании не было откровения у них, что он сын Божий. И они ему служили как Мессии, как помазаннику, но как человеку. Вы со мной или нет? Это очень важно, потому что я живу в Израиле, я и евреи, я знаю, что я говорю. До сих пор у евреев нет понимания, что Мессия будет Богом. Они ждут человека. Если вы посмотрите, как люди служат своим равенам, вы поймете, о чём я говорю. И слушайте, сегодня у нас есть кризис в этом. Откуда я это знаю? Потому что сегодня даже не полные ряды. Потому что мало кто хочет учиться. У нас суета. У нас заботы. У нас проблемы. А Библия говорит, что Бог отец, изкупил нас, от суетной жизни перед нами на мацами нашими, но княда свеида, полная жизнь, которая надобла царь мусу тарьем. Не скидем промзолота. Ка? Ну, драгоценной кровью. Не я в ар зелту и судрабу. Сына своего. Аганса. 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 Исуса помазанника Христа. Ар сваидитая, Езус Христус Асиним. Он говорит, ты тяжело вопрос. Трудно вопрос. Смагу лицу. Если увидишь. Я редзе. Как я буду взять от тебя, то будет тебе так. А если не увидишь, не будет. Я ты редзе, когда я тебе тиху, а израуз, то, чтобы тебе это не получится. Но если нет, то это не получится. Вхажение с Богом. Стаигащи на Копар Деву. И с его служителем. У него клопотами. Ты должен быть внимательным. К Божьим действиям. Уз Деву, отеце, уз Дева депи. Если ты не будешь внимательным, ты никогда не получишь двойного помазания. Ты никогда не будешь внимательным. Ты не будешь внимательным. К тому, что говорит муж или жена Божья. К тому, что Дух живого Бога говорит через человека. Ты никогда не сможешь получить двойного помазания. Он говорит, сейчас, сейчас, с этого момента, ты должен стать еще внимательным. Есть момент у каждого у нас в жизни. Когда мы должны концентрироваться на Божьих вещах. Есть момент, переходным в нашу жизнь. Когда мы должны концентрироваться на том, что говорит Бога. И ставить это превыше всего. Есть момент истины в нашей жизни. Когда мы должны полагаться на Бога больше. Нежели на себя и на свои человеческие ресурсы. Мы должны быть довольно внимательны к действиям Божьим. Потому что мы живем в последние дни. И дьявол, он отец лжи. Когда он говорит лож, он говорит свое. Он бунтарь. Я хочу, чтобы вы слышали меня. Дьявол бунтарь. И все, что он делает среди людей Божьих. Он производит бунт. Он не нужно производить бунт в мире. Потому что весь мир в бунте. Мир лежит возле. Я хочу сказать, что дьявол, как и тогда, когда вывел Бог народ израильский из Египта, когда Дьявол производит бунт в народе, и народ подвергался бунту, так и сегодня дьявол на цели на нашу церкви, чтобы произвести бунт. И мы должны быть достаточно внимательны, как пастыр, так и люди, служащие в церкви, приходящие туда, чтобы они подвергнутся обману сатаны, будьте внимательны к тому, что проповедуются с кафедрой. Будьте внимательны. Меня удивляют люди. Я пророчествую кому-то. Я проведу к этому. И потом кто-то приходит и говорит о том же самом деле. И человек, как будто этого никогда не слышал. И я хочу сказать, и у таких людей никогда это не исполняется. И они потом говорят, это наверное уже пророк. Не, 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 не. Вопрос в том, что ты был невнимательным к тому, что Бог говорил тебе через Илью, через Елисея, через того и того. Я говорю кому-то сегодня. Никогда не осуждайте в своих проблемах других людей. Вся проблема человека Божьего заключается в одном слове. Нетичиба. А не верие приходит от того, что мы невнимательны к действиям Божьих. Он пошел в Ерехон. Он прошел Иордан. То есть дошел до Иордана. Прошел Иордан. Это была долгая дорога. Он устал. Может быть ты уже устал от своего пути с Господа. Может ты уже 10 лет ждешь обитывания. Я говорю сегодня о помазании. Сейчас я туда приду. Послушай, но тебе нужно быть именно сейчас внимательнее к слову Божьему и к действиям Божьей. Именно сейчас. Когда ты устал. Когда ты устал. Тогда, когда ты устал. У Елисея была вера. Елисам беда тицца. Но ему нужно было сосредоточиться. Чтобы увидеть. Тебе нужно иметь глаза, которые видят. И уши, которые слышат. И уши, которые слышат. Я говорю о духовных глазах ушах. Потому что в этом мире ты смотришь и видишь многое. Ты слышишь и слышишь многое. Ты слышишь многое. Но тебе нужно определенное видение от Бога. Но тебе нужно определенное видение от Бога. Чтобы видеть. Что говорит Бог. Что говорит Бог. Ко сака Девс. Для того, чтобы в последствии еще чуть-чуть увидеть его буквально действие. Как бурдлия говорит, из слова стала плоти и абиталас ридинанса. Вы со мной говорите, кому ты живешь? Рунай к адам. Послушайте дальше. Он говорит, если увидишь, то будет. Если не увидишь, то не будет. И он увидел. Он увидел. Он получил двойную помазание. Кто согласен, что присутствие Господа было на Елизееве всегда? Он был служением. Но двойную помазание он получил. Когда он был упрям. Не дерзасным, а дерзновенным своем вере. Сегодня мало верующих. Есть кризис в дерзновении в Церкви Божьей. Мы быстро раздаемся. Мы быстро раздаемся. Мы быстро раздаемся. Мы начали не было так. В начале не было так. Из чего началось служение, публично. Иллисея, 19 стихи, сказали жители того города Иллисею, вот положение этого города хорошо, ну как у Венспилса. Как видит господин мой, но вода не хорошая земля безплодна. Помазание решить проблему с водой. Я говорю о духовных вещах. Вода – это то, что дает жизнь людям. И вода – это то, что очищает. Вы часто слышите, когда есть, знаете, вода – это прообраз слова Божьего. Уденство – это Деву варда лидзи. Есть слова Божьего, но оно должно нести благословение, но оно несет, про кастрю, смерт. Нави. Почему? Потому что есть проповедники, из уст которых выходит слово, как смерт. Слышите, оно не помазано святым духом. Вы понимаете, о чем я говорю? Слышите. И поэтому нет плода. А больше всего, я знаю для новозаветных людей, человеков, больше всего, я говорю, больше всего, нужна плода. Проверьте меня, у вас домашние задания, пока я приеду. У меня такое ощущение, я не знаю, почему, что мне здесь делать, я вас люблю. Ну, как будто через два месяца я опять вернусь. Я не знаю, почему, я просто не хотела говорить. Нет, ну, я вас люблю, но у меня вот так есть, что делать. Два месяца у вас есть, вдруг, если я вернусь, кто его знает. Проверьте меня, самое большее, что требует Господь Ешуа в новом завете от нас. Что апостолы хотят от нас, когда они дают эти послания в Духе Святом нам. Это плод. Это плод. И первое публичное свое служение в двойном помазании Елисей начал тем, что исцелил воду в городе для того, чтобы был плод. Чтобы земля перестала быть бесплодной. И теперь я скажу вам, если вы думаете, что это была новая чаша и соль, это были две вещи. Помазание Мужа Божьего и послушание народа. Еще раз. Это были две вещи. Я чувствую помазание здесь. Это помазание Мужа Божьего и послушание народа. Еще раз. Тебе нужно послушаться. Все очень просто. Тебе не нужно быть слепым и смотреть, как баран на новые ворота, но тебе нужно послушаться тому, что говорит Господь, тому, что говорит Дух Святой, тому, что проповедует Писание и учат нас, тому, что говорит пастырь, тому, что говорит муж, жена Божья, тому, что говорит твой муж, там, кто сака Таури, все очень просто. Я говорю кому-то сегодня. Помазание исцелит твою ситуацию без плодия в семье, твою ситуацию без плодия на работе, твою ситуацию без плодия, послушайте, послушайте, на служении или в служении твоем, если ты без плодия, слушайте, к нам пришла одна женщина, нет, к нам пришла пара одна, они поступали на эфире, кто-то их пригласил, он мне говорит, уже и Ульф Эггман молился, уже и Мацулла молился, уже и он мне таких людей назвал, Бенни Хинтам молился и все. У меня было дерзновение. Ну, это мужи Божи, я не сомневаюсь. Я говорю, сейчас мы с моей женой помолимся, у нас есть помазание на плода витерс. И на раз, когда мне бесплодные люди приходят, я им говорю, просто посидите на нашей кровати. Он сказал, возьмите чашу, новую, насыпьте туда соли, все просто, нужно послушаться, вот если Бог мне скажет сейчас, вот если Бог скажет, да и кому-то живащи, и он пожилет из церкви, я это должен сделать. Вы понимаете, что мне говорили? А ты можешь сказать, что это за сумасшедший проповедник Сизраэля пришел. И проблема в том, что ты не даешь Богу, чтобы через меня пришло помазание в твою жизнь, или через него, или через него. Вы понимаете, что мне говорили, да? Друзья, послушайте. И мы помолились за него. Он приходит ко мне через некоторое время, и опять по моему на эфире, я не помню. Он говорит, что случилось? Он говорит, я еще никому не сказал, даже своему пастеру. Ну, я уже все понял. Я говорю, ты правильно сделаешь, что пришел и мне сказал. Потому что это женщина, когда прикаснулась к Иисусу, она пришла и сказал, что произошло. Я знаю, что у меня села есть помазание на плодовитес, или плодоносность. В физическом плане, я сейчас говорю, у меня три ребенка, я одна жена. Я знаю, что Бог меня помазал молиться за людей, чтобы они, чтобы сема мужчины было крепким, и чтобы чрева жены, или как там, она могла принять, все там, все выносить. Я знаю, есть помазание. Я знаю, Бог меня это дал. Ну, это есть моя жизнь. Ну, я не себе проповедую. Я проповедую, что я Иисусу Христу. Я проповедую, что я Иисусу Христу. И это произошло. У нас есть проблема сегодня. У нас есть проблема сегодня. Нет учеников. Нет Елисейев. Нет Елисейев. Я не знаю, что с этим делать. Я не знаю, что с этим делать. Я иногда плачу. Я иногда жалую с Господу. Я иногда жалую с Господу, как оба кума жалую. Я иногда говорю с Господу. Когда я ходил со своим пастерем, я был как верный пес. Я был как устит, хотя бы сумочку его поднести. Это было великое для меня. Я готов был учиться от него. Я ему говорила, бери меня везде. Я тебе говорю, что с каждым годом это восстановится меньше и меньше. Я скажу, что я вам отновешу. Я человек нового завета. Если я не могу учиться у человека, я не могу учиться у человека, я не могу учиться у человека, я продолжил вчерашнюю проповедию. Я хочу, чтобы ты знал, я хочу, чтобы ты знал, я хочу, чтобы ты знал, веришь ты в это или нет. Мы живем в последние дни. Это 100%. Это 100%. И от тебя зависит. У тебя зависит. Будешь ли ты жить в Памазани? Были 10 дев. Бедесмит яунавас. Пять учились. Пять учились. Когда ты учишься. Когда ты учишься. Учишься, когда ты приобретаешь масло. Когда ты не учишься. Тогда, как глупые девы. Нет масла. Я говорил вчера нашим братьям. Сегодня есть много библейских колледжей. Много библейских школ. Я вообще не об этом говорю сейчас. Я вот сколько раз видел, но это вас не касается, у вас движение, поэтому вам повезло. Хочешь потерять человека, от прахиво библейскую школу. Я хочу позавить человеку, тогда я суту в библейскую школу. Я говорю, бриезму литас, но запроти, это и есть. Может, я вас попросить. Варить по-прахит макеттарям. Потому что знания надмиваются. Типа, что знание не успешно. Я говорю, научись учиться в твоей церкви. Я говорю, учитесь учиться в твоей церкви. Учаешься там. Макеттарь. пастор человек Божи люди тоже люди и хочу тебе сказать они ошибаются больше чем ты потому что на них большая ответственность потому что на них есть большая ответственность но на них есть помазание потому что они призваны поэтому тебе нужно учиться стань Елисеем почему я говорю что Елисея это прообраз учеников потому что Елисей получил двойное помазание Иисус сказал ученикам если вы будете за мной следовать и соблюдать мои заповеди а что такое заповеди? это учение Иисуса Христа тогда будете моими учениками тогда что будет? тогда вы сделаете более чем я издарить ибо я кацума им уйду я сейчас не зря говорю об масле потому что у нас праздник Ханука это праздник масла это праздник преображения это праздник очищения это праздник очищения освежения преображения и без масла ты не можешь преобразиться и поэтому потому что Иисус так сказал я вижу что Елисея это прообраз но потом все стало хуже и хуже и хуже православная церковь говорит мы первоапостольские католическая церковь еще что-то говорит протестантская еще сейчас еще слава Богу мессианские евреи вылезли и все самые первые но мало кто хочет учиться это проблема понимаете это проблема мы потеряли выдающихся учителей слово Божьего которые уже с Госпу такие как Дерек Принц и другие сегодня до сих пор я читаю мне люди говорят ну Дерек Принц это вчерашний день ну Дерек Принц это я всегдаché это тебе взять я говору да поэтому тебе Work đấy ipsал меня она тогда потому что ты дерек Принц и тем не круглый меня что-то что Дерек Принц я ехала то-го ослал это меня я puzzle mine выполни pilot command ibl мне управ poorest с популярами Мне повезло слышать самую последнюю его проповедью учения в его жизни. Я циню помазанных людей Божьих. Меня Бог научил учиться от помазанных людей Божьих. Я знаю, что всегда у них есть то, чего нет у меня. И каждый раз, когда я встречаюсь с ними, я вам скажу, Бог меня научил, я никогда не приходи к ним с пустыми руками. Я никогда не ею при виниме. Никогда! Несену при мне отбрасти один человек, и я сказал нашим служителям, давайте дадим ему пожертвовать. Я хочу стать еще одну вещь. Я в Латвии не приезжаю, чтобы пожертвовать. Я благословен. Я вообще перехожу в фазу жизни. Если кто-то хочет благословения, может меня благословить. Я говорю это в смирении. Потому что я знаю, что лучше уповать на Господа, не жаля надеяться на человека. Я знаю, что лабора, что лучше пожаловать за то кунгу, не ка цереться с человеком. Я говорю, что надо. И они говорят, ну может не надо, ну он типа богат. Ну, он может купить нас три раза. Я говорю, надо. Я говорю, надо. Ну как-то я этот момент, у меня была суета, не многое. Я как бы прощу, что это момент я забыл. Они дали ему там какое-то письмо от меня. А по жертвованию не положили. Я несколько дней ходил и мучился. Я позвонил одному человеку и говорю, слушай, мне надо, что-то сделать. Как мне это сделать? Он говорит, что-то, что-то мне позвонил. Он говорит, что-то, он говорит мне, он мой друг, туристическая фирма. Он говорит, он мне деньги должен. Если ты хочешь ему пожертвовать, ты можешь мне отдать, ну давай ему позвонить. Он говорит, что-то, если ты хочешь мне отдать, но давай позвоним ему. И знаете, благословение пришло, даже не физическое какое-то, хотя физическое, потому что-то, духовное благословение сошло на мою жизнь. Мне было хорошо. Понимаете? И вот это хорошо я ни на что не променялся. Ни на что. Вы понимаете, о чем я говорю? Друзья, я знаю, что сейчас здесь сидят люди, которые нуждаются, у них есть финансовая проблема. Я вам говорю одну вещь. Вам миллион долларов дадут, вы не разберетесь со своими проблемами. Вы не разберетесь со своими проблемами. Вам нужно помазание Святого Духа. Потому что ровно через год, если вы сегодня получите миллион, вы окажите в такой же ситуации. вам нужно помазание Святого Духа, я неделю был здесь. Неделю, я был здесь, проповедовал и отдыхал, и Бог проговорил ко мне. И Бог проговорил ко мне. Я верю, что через эти проповеди, из-за уже не вам. Я получил двойной памазани. Я верю, что я сейчас вернусь в двойном памазани, к себе домой. Бог говорила ко мне. Я даже, может быть, чуть-чуть скажу, Бог сказал, что тебе еще больше нужно научиться пускать ресурсы. И Бог сейчас кому-то из вас говорит, вы пускайте ресурсы, даже маленькие. Вы пускайте, чтобы они работали для царства Божьего. И тогда помазание будет умножаться. Это не харизматические лозунги, это истинные слова Божьего. Так все работает. Люди, которые держат ресурсы. Ресурсы не приходят к ним. Ладно, поехали дальше. Вы получаете, что это Бога? Поехали дальше. Вдруг война. Скажи война. Я хочу сказать, что здесь Елисей был беспощадным. Я хочу сказать, что Елиса шеет была неожелли. Елисей повернулся. Давайте на Еврите посмотрим, что Елисей сделала с этими детьми. Очень интереснее. 23 стихи написано, что Елисей пошел в Бетели. 23 стихи написано, что Елисей. Куда он пошел? Куда он пошел? Куда он пошел? Он начался с Дома Божьего? Кто хочет ходить по мазанию? Курши гриб стаигать сваидиумом? Он начался. Я вам скажу одну вещь. Сегодня люди пренебрегают Домом Божьим. Сегодня ем шещи, это пятница. Я проповедую как дома. Потому что я у МС как дома всегда. Если бы люди не пренебрегали Домом Божьим, они были бы здесь сегодня. Они были бы сегодня здесь. Слушайте, что произошло? Кас не только? Он пошел в Ерихон, пошел в Ерихон, пришел в Ерихон, изцелил воду. Дальше куда он идет? Куда он идет? Когда ты видишь успех в своей жизни, куда ты идешь? Ты сразу заказываешь себе билет на самолет и летишь на курорт? Когда есть успех в семье, когда есть успех в евангелизации, куда ты идешь? Когда помазание начинает действовать, куда ты идешь? Тебе нужно идти в Бейт Эль, тебе нужно идти в Дом Божьи. Тебе нужно идти в Дом Божьи. Тебе нужно идти в Дом Божьи. 23. А туда и лисия пошел в Бейт Эль, когда он шел по дороге из города выбежали мальчишки и стали дразнить его. Пошел в ПЛИШИВИ, Пошел в ПЛИШИВИ. У на турнице виņš девас аукшупу с Бейт Эль, и когда виņš вели по цели гаи аукшупу, тогда мази пуики изнаги у шага аукшупу с ПЛИК ГАЛВИ, аукшупу с ПЛИК ГАЛВИ. Я скажу, что я вам одну вещь. Один человек меня доставал, доставал, доставал. Один человек меня доставал, Адрис знает, он недавно был в Израиле. И потом он начал мне звонить уже здесь в Латвии. И говори, смотри, не мальчиш там, за меня или против меня. Уже по мазани свайдев. Он понимает, что если я помальчу, если я помальчу, но я не мальчу. Если я помальчу, будет Ханан. Я логчу, будет Ханан. Есть такое слово Ханан. Есть такое слово Ханан. Это слово Ханан. Варда Ханан. Понимаете? Почему? Почему? Кстати, еще одна вещь. У нас еще одна вещь. Очень часто люди терпят проклятие, новозаветные люди терпят проклятие в жизни, потому что дети говорят против родителей, члены общины против пастеров, люди говорят против помазаника, люди говорят против помазаника, вы со мной. Закрой рот. А извермут. Даже когда ты видишь, что у Иллисея не так, ну, при чем-то не так. Закрой рот. Я никого не пришел сюда пугать. Я проповедую благословений. Я слудину святы. У него великий, большой бог и судья. Он будет с ним разбираться. У него, мы живем в последние дни. Мы живем в последние дни. Мы живем в последние дни. Мы очень аккуратно пользуемся своими устами. Львы не так, чтобы два источника выходила из них. Два это змеи. Два это змеи. Две это змеи. Две, я нага, это змеи. Мы же освобождены от духа их идниной. Мэз тащи эсам отбривоти на шите гара. Потому что Иисус живет в нас у паванья слава. Он пошел бетель. Он пошел бетель. Оттуда пошел на гору. И вдруг война. И давайте сейчас третю главу прочитаем. У тага паскатисимес трещая нода�льа. 11 стих. 11. пантинч. И сказали Асафат, нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам попросить Господа через него? У Шафац яутая, ваи тадши ше науккансно тагу hearзим, лаи цару вино мы езжавтат тагу? А отверчал один из слуха царя Израильского, и сказал, здесь Елисей. У тад кацно Израэла Ченеņа полночезалма, сен Сафатом. Отблюдай, шеи Релисам шафата дэлс. Елисей уже получил двойно памацание. Скатieties, Елиса явся санема дубу то сваидиме, дзедин отгобBre jargon, Уже чудеса происходят. Сразу это значит, как работает. Это не цыганская почта, но еврейская. Она хорошо работает. Быстро очень. Бах! Уже все знали. Ну, слушайте, что о нем сказано. Это меня потрясает. О нем написано так. Здесь Елисей сын Сафатов, который подавал воду на руки Елии. Шеет ели Елиса Шафата дельс, который удано леет у Елии с руками. Наконец-то я туда пришел. Готов ли ты смириться настолько настолько серьезно смириться, чтобы получить это двойное повозание и ходить в нем. Все зависит от тебя. Смирение это путь к помазанию. Смирение это индиктор того, чтобы помазание начинало возрастать на твоей жизни. Готов ли ты вне зависимости от статуса, кто ты, как ты, как ты, кстати, есть очень люди такие, которые они бедные, у них денег нет, но они горды. Это не зависит от статуса. Это не зависит от статуса. И приносит плотсмирение, чтобы помазание, чтобы помазание начинало настолько серьезно действовать в твоей жизни. И даже если она будет очень сильно действовать, то, что ты никогда не будешь забывать, Господа Иисуса Христа, потому что даже в молодой истории много примеров, когда люди впадали в ерис, потому что помазание действовало сильно через них. Ты не будешь забывать людей Божих, которые стоят, или стоят, которые ставят, на твоей жизни Бог поставил их. Готов ли ты к этому? Если ты к этому готов, если ты к этому готов, то невозможно, это возможно. Вся проблема в том, что мы поддрёмся под звуком лжица и начинали бунтовать, и начинали бунтовать, и начинали бунтовать, и начинали бунтовать, друзья, здесь Елиси, который подавал воду на руки, Куршу лея удени из Елиси рукам. Слушайте, Елия получил прекрасного ученика, ученика, у Елиси, это не получилось. Не потому, что Елиси виноват, но потому, что корень всех зол, серебролюбие, у него был гейзи, у него был гейзи, которого определенно Бог готовил, и представьте, если он получил двойную помазание, что мог получить гейзи, если бы гейзи был вниматель, то, что произошло с Елиси, но гейзи разминил, но гейзи измейнил, то, что пожарает молни и ржавчина, то, что руша и кодеса, измейнил, на великое призвание и помазание, измейнил, не поминяй, помазание, которые святы, библия говорит, вы имеете помазание от святого, и вы все знают, что лож не отыстин, не поминяй, помазание, не измейни то, на бунт, на серебро, на серебро любви, помазание без цене, ты можешь приобрести дом, ты можешь купить машину, ты можешь, как удаст тебе есть деньги, приобрести авторитет в глазах Божих, но, когда есть помазание, ты приобрести авторитет в глазах духа, огниных, как там написано, ангелов Божих, ангелы Божи, дева ангелы, поехали дальше, крутятся вокруг людей, которые ценят помазание, еще раз, еще раз, ангелы Божи, дева ангелы, находятся в домах, тех людей, то человеку, которые ценят помазание, я не хочу касаться служения ангелов, как сказал Павел, чуть-чуть я что-то знаю, ангелы Божи, находятся в церквах, дева ангелы Божи, находятся в церквах, которые ценят помазание, ангелы Божи, духовные существа, горые бутны, и это то, что произошло на войне, Бог пошел из-за помазания Елисея, за то, что Иосафат, почтил Божьего человека, он говорит там Ахаву, он говорит, Ахав там был, да? Да, по-моему, он говорит ему, Иарам, сына Ахава, он говорит, если бы не Асафат, я даже не посмотрел бы на тебя, я скажу вам одну вещь, Многие люди обижаются, даудз цилвеку, апвайноются, я сейчас возвращаюсь домой, и у меня в жизни уже есть люди, на которых я не хочу смотреть, и у меня в жизни уже есть люди, которые я не хочу смотреть, и у меня живи сегодня день рождения, она была очень взбударажена, она была взбударажена на людей, и у меня неизбударажена на людей, Ко ты не смешаешь, когда тебе нужно платить, а у тебя нет? Четвертую главу прочитаем мы вчера читали. Четвертая глава дальше. Четвертая глава дальше. Умер один пророк. Номир один правиер. И она пришла говорить, что ты знаешь, что раб твоя умер. Но он боялся Господа. А теперь пришел заимодавить, чтобы забрать моих сыновей. Она пришла к нам по мазаннику Божьему. Он говорит, что тебе есть. Она говорит, что ничего, кроме сосудов масла. Он говорит, иди сделай то, что я скажу тебе, чтобы умнослилась масла. Послушайте, друзья. Сегодня это не популярная Евангелия, то, что я говорю вам. Это сегодня не популярная слова. Сегодня популярные другие слова. Изцелятся от отвержения годами. Изцелятся от отстумтима годами. Изцелятся еще от чего-то от depressий годами. Изцелятся до depressий годами. Изцелятся к тому, что дзелятся. Вельно каут, каут, каут. Дзелятся. Уже пришлопременно других. Ир пенат слаигс дзелятся. Дзелятся цитус. Уже мира ожидает. Пасаули гаида. Откровение сынов Божьих. Когда же это помазание начнет течь из церкви. Начнет течь из наших жизней. Когда же люди, прикасаясь к нам, будут получать исцеление. Когда же люди будут говорить, что есть у тебя, того, что нет у меня, потому что у тебя что-то есть. Это видно по тебе. Когда люди будут говорить, я знаю одного святого. Который может помолиться и все изменится. Друзья, время приходит для истинной церкви Божьей. Для искренних детей Божьей. Патесим Деву бэрнем. Во имя Иисуса Христа. И последнее место писание. Подтвердить, что время приходит. Исайя 60. глава. 60. глава Исайи. Да будет так. Ибо я раб Твои. Мне по слову Твоему. Да будет Господь. Аминь. Крисисы. Финансовые. Экономические. Профали. Войны. Кари. И еще чуть-чуть. И ядерные войны. И Библия говорит. И Библия говорит. Истинь святиси Иерусалим. Ибо пришел свет Твои. И слава Господь. И слава Господь не взошла над Твою. И тава Господь. Бог готов высвободить этих людей в нашу жизнь. Иисусалим. И то, что я мог бы говорить дальше, это касается уже нас, пасторов. И то, что я могу говорить дальше, это касается уже нас, пасторов. И сейчас будем священно действовать. Пойдите, поиграйте нам что-то, пожалуйста. Уберите эту кафедру, пожалуйста. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Слава, 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 слава. Не променяй свое помазание. Не променяй свое помазание. Не променяй свое помазание. Аллилуйя. Курри баба лаката лабрели мама, 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 мама. Ши дала брандала ламосо, курри бла ма, сита лабриндала ламосо. Кто получил слово от Бога для себя? Аминь. Велисе была великой будущей. Даже body его были помазаны. Я хотел бы, чтобы body мои тоже были помазаны. Но я не хотел бы унести в могилу с собой свое помазание. Я верю, что каждый муж Божий хочет, чтобы помазание его умножалось и оставалось. Послушайте внимательно. Тебе нужно сделать все, чтобы быть внимательным к слову и к действиям Божьей. Во имя Иисуса. Поиграйте нам что-то потихонечку. Очень потихонечку. Давай на саксофоне, брат. Давай играйте нам что-то потихонечку. Мне нужен гус-лист. Пожалуйста. Продолжение следует... Здесь есть какой-то человек. Пожирающий пришел пожирать. Тебе нужно пересмотреть свою жизнь. И Господь сейчас к тебе говорит, да, да, именно к тебе. Закройте все свои глаза. Пожирающий пришел для того, чтобы пожирать. Ты должен сегодня принять решение. Останавливай его. Аптурай его. Во имя Господа Иисуса Христа. Это зависит от тебя. Это зависит от тебя. Сегодня Божья помазание здесь. Девочка и сзвайдз… Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу. Что-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу. Свет-idak. Водихонечку. Свет-и-дак. О, церковь, сколько раз я хотел вознести тебя на гору, для того, чтобы ты светила, говорит Господь. Для того, чтобы каждый, кто смотрит на тебя, знал, что я обитаю и живу среди тебя. Разве ты не знаешь, разве ты не помнишь, что я сотворил с народом со своим, которого вывел из среды Египта, когда я послал мои казни, говорит Господь. Это было проклятием для Египта и благословением для народа моего. И в эти последние дни мои казни все более и более будут приходить на эту землю, говорит Господь. Для того, чтобы судить живущих на земле, обликись в смириномудрие, обликись в любовь, и терпись милостивом. «Посвяти свою жизнь мне, говорит Господь, чтобы во время тяжкое, во время сухое, ты мог ходить в моей славе, ибо глаз не видел и уха не слышал и не приходил на сердце человеку, что Бог приготовил любящим Его, нам же открыл Духом Святым. И сегодня сын и дочь, говорит Господь, Прими решение. Прими решение. Прими решение. Это время возревновать обо мне. Это время возревновать о моем доме. Это время стоять предо мной. Это время приходить к трону, к престолу благодати и милости. Это время положить себя на алтарь. Принести себя в жертву живую, святую, благоугодную. Время новое. Время новое. Время новое. Время новое. Я творю все новое, говорит Господь. О, если бы ты знал, что я давно знаю и слышал молитвы твои. И некоторые из них отегащают меня, говорит Господь. Потому что в них нет моей воли. Потому что в них нет того, что ты хочешь прославить меня. А я сказал, прославляющих меня я прославлю. Смирись, говорит Господь. И вознесу тебя в свое время. Я подниму тебя намного выше, неже ли ты мечтал и просил. Но сейчас время глубины, говорит Господь. Время простого, говорит Господь. Время простого, говорит Господь. Когда ты просто придешь. И склонишься предо мной. И нолиешься предо мной. Открывая свое сердце. И приклоняя свое ухо. И у меня глаголи вечной жизни, говорит Господь. Если бы ты знал, что я приготовил для тебя. Ты не видел этого. Ты, может быть, слышал что-то из этого. Но я сказал моему пророку. Возови ко мне, я отвечу. И покажу тебе великое и недоступное. Я хочу, чтобы все постеры вышли сюда прежде всего. Я должен делать то, что Господь сказал. Пожалуйста, видите сюда. Я буду за вас молиться сейчас. Бог будет вас благословить. Бог хочет 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 вас благословить. Бог почитает вашу веру. Бог знает, когда вы немощны. Бог знает, когда вы сильны. Бог знает все, что вы проходите. Бог говорит, это время для вас Это время для вас Господь говорит, я послал этого маленького пророка Чтобы говорить вам мое слово Чтобы вы укрепились Знаете, говорит Господь Что для вас есть новое помазание Для вас есть то Чего вы не видели и не знали Господь говорит, я поведу вас впереди Ваших церквей Для того, чтобы вы вкусили мою благость И могли разделить мой хлеб С моей церковью Господь говорит, я знаю ваши нужды Я Бог, восполняющий нужду Господь говорит, ваше время не зря потрачено Хотя и есть время в вашей жизни Которое прошло просто так Но древнее все прошло, теперь все новое Говорит Господь Я высвобождаю свое помазание на вас Я высвобождаю свою силу на вас, говорит Господь Я высвобождаю свою святость на вас Во имя Господа Иисуса Христа из Назарета Я прямо сейчас молюсь Пусть сила благодати 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 Сойдет на каждого из вас Принимайте сейчас Господь даст вам пророческие знаки Господь даст вам пророческие знаки У вас будут пророческие знаки после этой проповеди У вас начнутся пророческие сны У вас начнутся пророческие сны. Как сегодня у меня был сон пророческий. После вчерашнего служения. Вы будете явно знать, куда идти. И вы будете явно знать, что говорить. Вы не будете заботиться в тот день, что говорить вам. Сила! 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 Сила Божья! Сила Святого Духа во Иисусе. Наполни их, Господь. Господь говорит, Он наэлектролизует вас. Своей святостью и огнем. Он высвободит на вас. То, чего вы не ожидали. Чтобы ваши города были потрясены помазанием. Помазанием Святого Духа. Потому что в ваших городах Есть тот остаток людей, Которых Бог призывает к святости. И они услышат ваш голос. И это будет, как голос, вот многих. Моя сила, говорит Господь, Саидет через вас. Так же я буду обличать вас. Но я же буду утишать вас, говорит Господь. Ибо я знаю, что ваши сердца в моих руках. Будь сила твоя саидет, Господь. оба баба баба бабочки полочалов с в на по ок subsequent аку point про но я обращаюсь к тебе, дочь, как я сказал Ильи, выйди на гору, не оставайся вращением, выйди на гору, шу. Новое время, новое время, я уже все сказал, тебе говорит Господь, это время было для тебя, для того, чтобы ты понял, что это новое время, и мы не сам ты пришел в Израиль в этот раз, я привел тебя туда, чтобы ты знал, что это новое время для тебя. Я уже слышал, что ты понимаешь, что есть новое время, блогандаш, блогандаш, блогандаш. Богандаш, блогандаш. Богандаш! Богандаш. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 сила божья мы благословляем тебя благословляет это помазание которое сегодня пришло в этой церкви на этом служении ты его сохранить ты будешь послушным господу его людям его писать его духу его церкви именем иисуса христа господа и всякий грех он убрался из твоей жизни во имя иисуса христа амэн иди сюда ты видишь вот этих всех людей это все твои братья и сестры поаплодируйте господу они любят тебя приходи сюда и получать слава божья молодец хорошо кто получил исцеление сегодня чувствуешь исцеление своем теле поднимите руку реально вот сейчас придите сюда что с вами произошло быстрее три человека быстрее что с вами это все ушло и я пойду к врачу и он скажет я верю что он благослови его господь во имя иисуса пойди к врачу все ушло амэн что вы сейчас чувствуешь и теперь все горит вокруг вот благослови его во имя иисуса чтобы господь дух твой святой горел не всегда дух святой спасибо тебе во имя иисуса амэн кто еще получил исцеление не 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 стесняйтесь это сейчас время от бога аллилуйя для бога что насмарк что другая дьявам ирина алга амэн амэн хорошо пусть бог вас благослови потому что мне уже скоро уезжать надо что мы уже не врачи с драмой а я тебя так и на масанах на наше шо ищи ищи ибре и иди я верю я стиву тапу а патчут у нас по отради а а а павли с вами что сегодня шои спасибо всем кто сегодня здесь Ты открил свое сердце. Ты взял свое время, ты обожил, что ты шел сюда. Ты чем-то пожертвовал. Даже не приезжаешь сюда, ты уже чем-то пожертвовал. Я хочу эту курс-земе подарить. Уздавить Орену. Я хочу обратиться к тебе несколько словами. Мы с Ореном встретились, потому что Бог. Посмотри книгу. Я хочу первую главу. Лайк не вадится по мне. У меня есть какой-то лапс. Я хочу взять свою главу. Музыка. 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 Иди по жизни, ты, как бы забываешь об этом. И по тому слову Божья предназначена, чтобы мы вспоминали. И здесь сказано, так сказали царь персидский кир. Бог небес мне дал все царства земные. И он приказал мне построить храму. Храм в Иерусалиме. Юдей. Я не знаю, что Оренли царь персидский кир. Но Бог желает. Ты, Эзра. Он хочет думать Литву в Иерусалиме. И если ты читаешь талее, то я не буду все читать. Но здесь такой призыв для всех. Кто есть в Иерусалиме, кто не в Иерусалиме. Чтобы все участвовали в строительстве Дома молитвы. Это так, что ты молишься об этом. Что ты молишься об народе. Что ты молишься об народе. Но это и так, что ты реально можешь помочь построить этот храм. И Оренли царь. Что ты молишься об народе. 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 И ты можешь участвовать. И это не как бы принуждено, ты избранный и призванный, и это есть как почтение, как честь, участвовать в этом, поймите. И это предназначено для твоего исхода, для твоего поднятия, и я полностью согласна с тем, что проповедовал Орен. И те, кто были здесь на национальной молитве, я думаю, вы почувствовали эту связь с тем, о чем говорилось на национальной молитве. Дух говорит то же самое, очень много то же самое говорит. Да, мы слишком мало ходим как ученики за Иисусом, потому что много что не построится и много что не случается. Но как прекрасно, что Бог все еще ожидает, но он посылает своих пророков, которые говорят, и предупреждает, что время коротко, что они должны сделать то, что они должны сделать. И слава Богу, это молитвы, которые происходят для Иисусом. И слава Богу, как мы можем ловить по Иисусу, не только ловить и мистерс думать за Иисусом. И не то, как молиться, но думать, что у нас тесно связь с Израилем, который был толпом. И я читал Евангелие от Матфея. И там, это местописание, что Иисус не пришел принести мир, но он пришел принести меч. И дальше там таки тяжелые слова. Интересно, что тут отнага шиши, димене, нама, садалищанас. Иисус говорит, кто не берет, что не отстает, не отстает, не отстает, что спея. Он не способен просто следовать за Иисусом, но Иисус посреди нас и за нас, чтобы мы сделали это. И мы можем это сделать. Мы должны только начать это делать. Потихоньку, потихоньку, ну, начинать это делать. И это есть особое время. Я не знаю, за что ты пожертвуешь, но я знаю, за что я пожертвую. Чтобы эти Елисеи, они рождали. Чтобы во мне этот дух Елисея поднялся, и чтобы я хотела, я жаждала. Я хочу видеть через своего учителя эту тесную связь с Богом. И чтобы мне Бог этих учителей. Чтобы у меня было время милости успеть сделать это. И я призываю тебя. Чтобы твоя жертву была именно об этом. Чтобы мы не прожили на этой земле. Ну, так как театри. Такую жизнь, как в театре. А шест театр избеидзас. Пусть этот театр закончится. Сакас истязь. И пусть начинается настоящая жизнь. И для меня Орен, он пророк. Они были обе двери, а драуга отбракущи шею, а Олегу. А, Олегу Хазану. Олегу Хазану. И когда они говорили, что это непопулярная Евангелия. Да, мне кажется, что все миры, все миры, все миры, все миры, все миры. Во всем порядке. Нет, я приниму лэмму. Нет, мне нужно принимать решение на горячем перекрестке. Ты должен принимать решение, в которую сторону ты подержишь. Они говорили о таких острых вещах. И они говорили о таких острых вещах. И прошло какое-то время. И они говорили, что они говорили о том времени, которое происходит сейчас в Украине. И не только в Украине, но это не политика. Здесь идет речь об истине. Как я знаю эту истину, как я слышу. Насколько я осуждаю кого-то? Я не знаю, когда Орэн ее построил. Но я знаю, что он уже строил. И однажды на ночной молитве я была там. И я хочу из чего там быть. Я знаю, что это особая время. Там двух святох я со мной особо говорила. Зините, я шори ласила. Шоракстет, Матей, ракстет. Матей, я уже, ты вела. Да, она вдруг поласила. И там, я шоу немношку. У меня девы-виры сказала, что, что это он говорит, что, что эти испытания, они происходят каждый день. Как мы верны. Когда мы верны Христу. И это значит, что насколько ты разрешаешь ему действовать в твоей жизни. И это именно то, о чем Орен говорил сегодня. Насколько ты разрешаешь, потому что он не может силой тебя провести через какие-то вещи. Он не может. И потому пожертвуем сегодня ради того, чтобы мы были большие открытыми, чтобы этот свет Силы Христа могла пройти через нас, чтобы этот праздник Хануки мог произойти через нас. Давайте будем строить этот дом оливью вируса в нем. И это благослови, Господи, я возьми свою жертву, дай ее, и скажи, Господи, я хочу больше быть светом в этой земле. Исайя 49, там Господь говорит, мне мало, что ты слуга мой, я хочу, чтобы ты был светом. И это есть праздник света, время перемен, давайте меняться, донеси свою жертву и меняйся, меняйся в пожертвовании, меняйся в отношениях и скажи, я меняюсь, я меняюсь. Аминь. Аминь.